про работу и деньги вы сильный вы сможете я умный я даже не возьмусь прямой зависимости между счастьем и количеством денег не существует она возникает только в случае серьезных проблем со здоровьем все остальное состояние психики при здоровой психике человеку нужно столько денег сколько он может проесть невроз по поводу денег напрямую связан со страхом перед жизнью во всех ее проявлениях перед отношениями перед людьми перед неизвестностью главное что можно сделать в критической ситуации проговорить или сформулировать для себя любым другим способом самый плохой сценарий развития событий ведь зачастую самое страшное это неопределенность многие начинали зарабатывать надеясь что деньги помогут им избавиться от комплексов а напрасно деньги эти комплексы только маскируют у меня был близкий друг который то и дело отменял встречи со словами сегодня не получится у меня тяжелые переговоры или не могу ко мне немецкие партнеры приехали я понял что его жизненный выбор это деньги а дружба отношения общение остались где-то даже не на втором а на каком-то там предпоследнем плане у вас у всех у нас есть право на тревогу о завтрашнем дне и переживание по поводу денег это нормально ненормально когда человек только переживает прямо так переживает что ничего делать не может застревает в ситуации лучше конечно не переживать и действовать но можно нервничать рвать и метать но обязательно что-то предпринимать двигаться дальше я часто провожу консультации по skype с нашими соотечественниками которые живут и работают за границей среди них нет москвичей питерцев они из таких поселков название которых я никогда не запомню и не выговорю они окончили местные вузы с очень низкими российскими и международными рейтингами но очень хотели другой жизни и много сделали чтобы все изменить и теперь работают химиками германии и гинекологами в швейцарии если вы чем-то недовольны надо не ныть а предпринимать конкретные действия главное не останавливаться вполне вероятно что кризис откроет новые перспективы и возможности поможет изменить жизнь к лучшему конце концов вопрос не в кризисе а в том как человек его воспринимает чтобы найти работу нужно точно определиться с тем где хотите работать сколько зарабатывать найти все компании вакансии которые соответствуют вашим требованиям и конечно написать резюме и подойти к нему творчески с огоньком не просто рассказать все что происходило сегодняшнего дня и до школы резюме надо писать как стихи или роман причем для каждого работодателя новый это как в театре пьеса одна а играет ее каждый раз по-разному к собеседованиям тоже нужно подготовиться научиться не отводить взгляд не мямлить смотреть в глаза уверенно подтверждая все что уже написано в резюме если становится ясно что найти работу прежнего уровня невозможно надо заранее быть готовым снизить свой статус не бояться начать все заново